Здравствуйте, в студии Мария Кожевникова, 13.06. В Кирове начинается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает депутат Гордумы Пятого Созыва, предприниматель Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. Алексей, приятно смотреть на вас. Вы улыбаетесь. К сожалению, слушатели этого не видят. А вот как-то полгода назад в нашем эфире сказали, что приехали в Киров из зарубежной командировки и заплакали. Так обдазно высказали о неблагоустроенности нашего города. Всем фраза эта очень понравилась, по СМИ разлетелась. Но, правда, она здорово характеризует ощущения. Я думаю, многие ее испытывали, когда приезжаешь откуда-то в Киров и чувствуешь вот эту неблагоустроенность. Больше чем полгода прошло, новая власть работает, создает новые организации, начальников меняет. Что-то изменилось в городе и в вашем восприятии или просто нервы приочистали? Сегодня хотелось бы верить и хотелось бы надеяться, чтобы больше кировчан все-таки улыбалось при виде нашего города, чтобы больше кировчан испытывали исключительно позитивные эмоции от нашего города. И не случайно была мной вброшена такая фраза, что я расплакался. Естественно, это в февральном выражении. Но, тем не менее, действительно, при сравнении с городами Европы, да даже с другими городами нашей страны, можно сделать неутешительный вывод, что Киров представляет из себя достаточно не очень презентабельное зрелище. Разбитые тротуары, сегодня зимой нечищенные улицы, снег падает с крыши, абсолютно грязные, неухоженные фасады. С точки зрения городского хозяйства, городского благоустройства, Киров действительно не дотягивает до даже самых середнячковых российских городов. Поэтому, и была такая сказана фраза, поэтому я думаю, что это не случайно, это не только мои эмоции, это не только мои чувства, это, скажем так, фраза, выражающаяся из уст нескольких тысяч кировчан, которые ежегодно бывают за границей, и они видят, что происходит за рубежом. И не меняется ничего. Что касается изменения, вот говорят, цыплят по осени считают, а мне кажется, что городскую власть считают по весне. И давайте мы уже подведем итоги, уже весна на носу, уже март месяц, скажем так, самые зимние снежные периоды ушли в прошлое. Давайте сейчас проанализируем деятельность городской власти, городской администрации. Какие она принимала решения, повлияли ли эти решения на жизнь кировчан, Ну, давайте начнем с того, что действительно, как вы отметили, создаются новые организации, меняются руководители этих организаций, но я бы хотел отметить, что это происходит достаточно часто, достаточно сумбурно, приглашаются где-то неизвестные, где-то неизвестные без опыта работы на этой специальности люди. И мы видим, что, по сути, та деятельность городских предприятий, городских организаций, которые есть в городе, муниципальные предприятия, по сути, за время руководства новой администрации кировской, по сути, ничего не изменилось. О каком, например, вы говорите? Давайте мы возьмем любое муниципальное предприятие, те же МУПы, которые еще до сих пор существуют, те же Акционерное общество, Горли Троссей, Кировсвет, Гордор Мострой, знаете, скандал с Кристаллом, МУП Кристалл. То есть все предприятия, которые на слуху, они на слуху исключительно с точки зрения скандалов, каких-то коррупционных связей и так далее, они на слуху в связи с постоянной ротацией управленческого персонала, с постоянными интригами, связанными с передачей или не передачей имущества. Тот же МУП Водоканал известный. Давайте поднимем эту историю. Может быть, даже не все кировчане об этом знают, но в 2019 году заканчивается срок договора аренды между городом Кировом и Кировской коммунальной системой, которые обслуживали холодное водоснабжение и канализацию нашего города. Это колоссальный инфраструктурный массив. Эти объекты обслуживала именно эта организация, занималась по договору. И сейчас договор заканчивается, и все инфраструктурные коммунальные объекты, связанные с холодным водоснабжением и с канализацией, планируется передать МУП Водоканал, у которого колоссальные проблемы с точки зрения финансов, с точки зрения экономики, у которого практически отсутствует специализированная техника, у которой явно недоукомплектован штат специалистов. И этому предприятию мы планируем передать в полное управление, в полное операционное, подчеркиваю, управление, все коммунальные сети города Кирова. Холодное водоснабжение и канализация. Так вот, скажите мне, насколько правильно это решение, настолько выгодно для города это решение, и не приведет ли это к коммунальному коллапсу? Все эти вопросы, они постоянно возникают, и говорить о том, что городская власть справляется с муниципальным имуществом, справляется с благоустройством, справляется с транспортом. Возьмите АТП, спросите у кировчан, кто часто пользуется общественным транспортом, много ли положительного появилось в плане обслуживания автотранспортным предприятиям? Что изменилось? Что стало лучше? Качество сервиса? Нет. Цена билета? Нет. Новые автобусы, троллейбусы появились? Нет. Какая-то линия инфраструктурная специализированная создалась, или прошел ремонт электрических сетей для троллейбусов? Нет. Появился новый автопарк, появилась новая база для автобусов, троллейбусов? Нет. Везде все плохо, проблемы не решаются, и как в этой ситуации быть тогда? Я бы не сказал, что все плохо, то есть мы тут не настолько пессимистичны в этом вопросе, но судя по реакции моих знакомых, товарищей, людей, кировчан, которые постоянно обращаются к бизнесменам, по сути, за время руководства новой городской администрации ничего не изменилось в лучшую сторону. По сути, ничего не изменилось. Все остается на своих местах, все тот же коммунальный бардак, все те же вопросы, связанные с благоустройством, с транспортом, с дорогами. Давайте поднимем этот дорожный вопрос, злополучный. На весенний период, на ямочный ремонт выделено 4,5 миллиона рублей. Вот скажите, за 4,5 миллиона рублей много ли ям в городе Кирове можно залепить, заделать холодным способом, горячим, неважно каким. Так вот, возникают вопросы, а глава администрации, городская администрация контролирует эти вопросы? Она решает эти вопросы? Не знаю. Все новостные порталы, все, что связано с городской властью, больше наполнены некими скандалами, связанные с давлением на местный бизнес, с привлечением иногородних подрядчиков, с невыполнением тех или иных поручений и так далее, чем с позитивной работой городской администрации. Вот поднимите... Почему? К тому, что надо менять власть, или к тому, что отношение власть должно менять к своей... Поднимите информационное поле нашего города, и вы увидите, что это не СМИ такие плохие, как у нас любит выражаться глава администрации, что СМИ только находят негативные какие-то информповоды. Это не СМИ плохие, это, видимо, с городской властью какие-то есть проблемы. Что касается, менять или не менять, вы знаете, я часто даю так называемые экспертные оценки для федеральных рейтинговых агентств. Те агентства, которые составляют определенные прогнозы, ставят городскую власть или областную власть на определенные позиции, согласно каким-то пунктам. Так вот, вы знаете, последний мой анализ был связан с рейтингом главы администрации за первый квартал 2019 года. И лично я поставил неутешительные отметки. Потому что лично для себя, для тех людей, с кем я постоянно общаюсь, а я общаюсь с очень многими, поверьте, кировчанами, с бизнесменами, с общественниками, с просто кировчанами, с пенсионерами, ну, по сути, кроме каких-то скандалов, кроме каких-то обвинений и неучитывания мнений граждан, я от городской власти ничего и не слышал. Ну вот еще один, хочется попросить вас прокомментировать, как раз информповод, и информповод не очень хороший, и тот самый коммунальный коллапс, о котором вы сказали. Снежная проблема, которая каждой зимой у нас возникает и почему-то тоже не решается. Накануне снежная лавина, огромная просто снежная масса, упала с крыши на Октябрьском проспекте, разбила сразу три машины. Что бы было, если бы это произошло днем, не дай бог, страшно представить, и этот случай уже не первый. Вот почему, думаете, такое происходит? Складывается такое ощущение, что мы не в северном регионе живем, что для нас снежный покров, снежная масса и большое выпадение зимних осадков, это какой-то нонсенс, и так не должно быть. Об этом нам постоянно говорит тот же глава администрации, что в этом году выпало рекордное количество осадков, снега много, мы не справляемся. Но мне кажется, это неправильный подход к делу, нужно быть готовым в северном регионе к снежным массам, к метелям и к наледе. Нужно вовремя, вовремя и необходимом количестве закупать специализированные реагенты, наконец-то отказаться от песко-соляной смеси в пользу современных реагентов, неважно каких, там, мраморная крошка, бионор, жидкие реагенты, но все что угодно, лишь бы не песко-соляная смесь. Значит, это что касается содержания дорог и тротуаров, и, безусловно, есть колоссальное нарекание к подрядчику, к генеральному подрядчику, к ДМС, который обслуживает дороги и тротуары этой зимой и будет обслуживать их летом, потому что контракт долгий. Это что касается, да, дорог и тротуаров. Что касается наледи и снежных масс на крышах жилых домов, то, безусловно, это проблемы и вопросы управляющей компании. С ними, как отметил, в том числе, губернатор Васильев, у нас большие проблемы. Управляющих компаний очень много. Многие из них не имеют ни спецтехники, ни специалистов, ни рабочего персонала, которые готовы вовремя оперативно и профессионально решать коммунальные проблемы. Действительно, это очень актуальная проблема. У нас около 80 управляющих компаний. В принципе, ни в одном городе, подобном нашем, где полумиллиона населения или менее, нет такого количества управляемых. То есть, это действительно такая проблема. Это, конечно, конкурентный рынок, это все-таки проблема бизнеса. И вопрос бизнеса. Если создаются управляки, значит, это выгодно. Но вот Вы говорите, конкурентный рынок, конкуренция, но почему-то не видно по тому, как они работают, о том, что конкуренция может быть проблема в отношении к работе. Вот смотрите, жильцы говорят, что вот эта самая компания «Кур», которая отвечает за дом на Октябрьском проспекте, она с крышки снег не чистила ни разу за зиму. Они что, вообще ничего не боятся? Ни судов, ни смертей, ничего. Но вот смотрите, Вы... Штрафов не боятся точно. Вы сейчас акцентируете внимание лишь на одной управляющей компании, которая сейчас на слуху из-за падения снега... Ну, не только одна. В том числе ее обсуждал и губернатор Васильев на оперативном совещании по управляющим компаниям. В СМИ разлетелась эта информация именно об этой организации. Но я хочу отметить, что у нас есть городская управляющая компания, управляющая компания Ленинского района, которая обслуживает несколько тысяч домов, в отличие от того же «Актив Плюс» и «Акора», которые сотни или кто-то даже десятки домов обслуживает. Значит, у нас и Ленинская управляющая компания не справляется со своими обязанностями. Часто именно и эта компания огромная не приходит в дома кировчан, не делает свои договорные работы. То есть проблема, на самом деле, она во всем рынке. Она есть абсолютно у каждой управляющей компании в нашем городе. Если честно, по обращениям кировчан, я не знаю ни одной положительной, скажем так, с точки зрения работы и эффективности управляющей компанией в городе. Так можно систему эту как-то поменять? Что повлияет на управляющую компанию? Ее можно поменять. В каких-то городах эту систему централизируют, где-то создают особые условия, где-то пытаются городские или муниципальные управляющие компании объединить, создать некого коммунального управляющего монстра, через бюджетные средства, которым покупают специализированную технику, нанимают грамотных специалистов. Самое важное, нанимают грамотный управленческий персонал, потому что без грамотной налаженной логистики, без подбора кадров невозможно управлять огромной управляющей компанией. У нас, посмотрите, черт ногу сломит в Ленинской управляющей компании. Сегодня один руководитель, завтра другой. Сегодня там с русской фамилией, завтра с татарской. А чего меняется? Ничего не меняется. То есть меняется только подрядчик. У нас появилось колоссальное количество подрядчиков, управляющих компанией городских, с пропиской в Татарстане. Ну разве это не переиспределение финансовых потоков? Мы ведь сейчас не говорим об увеличении эффективности. Эффективность не увеличилась, жалобы продолжают сыпаться и на городскую администрацию, и общественникам, и депутатам. Депутаты завалены письмами от жильцов, связанных с проблемами во взаимоотношениях с управляющей компанией. То есть происходит перераспределение финансовых потоков, а увеличение эффективности не происходит. Так вот, задаемся вопросом, а где в этой ситуации появляется у нас опять городская администрация? То есть как она налаживает этот диалог? Как она выстраивает взаимоотношения между жителями, управляющими компаниями и властью? Ведь раньше у нас как было принято? У нас городская администрация показательно ругала управляйки, что вы там скидываете снег с крыши на тротуар, мы не успеваем за вами убирать, вы обязаны убирать снег с тротуаров. То есть вызывали на ковер управляющей компании, где-то пыталась какая-то системная работа налаживаться. А сейчас что происходит? То есть кроме какого-то там полудавления на управляющей компании, мы больше ничего не видим на перераспределении финансовых потоков. Поэтому этот рынок до сих пор является черной дырой нашего города, этот рынок до сих пор нуждается в кардинальном изменении, возможно в укропнении. И как мы видим, в данном случае я всегда выступаю за конкурентный рынок, за конкурентную среду, но мне кажется, в данном случае, на данном рынке конкурентная среда кубительна. Ну вот по поводу укропнения, по поводу коммунального монстра, еще одного, как вы выразили, из компании ГДМС, поговорим после перерыва. Сейчас уходим на полминутки. Продолжаем программу «Особое мнение». У нас в гостях депутат Гордумы Пятого Созыва, предприниматель Алексей Кузьмин. Алексей, до перерыва начали говорить с вами об укропнении в ЖКХ, о коммунальном монстре. Который было бы, на ваш взгляд, здорово создать в сфере управляющих компаний. Ну вот одного такого коммунального монстра нам уже демонстрирует. Это компания ГДМС, которая стала генеральным подрядчиком, выиграла большой лот на 800 миллионов рублей. Лот этот раздала субподрядчикам, которые ей помогают. Но к следующей зиме, как говорят власти, от этой зависимости от субподрядчиков хотят избавляться, закупать технику собственную, чтобы ни от кого не зависеть. Вот на ваш взгляд, поможет этот город сделать чище? Эта зависимость от субподрядчиков, это вообще плохо или нет? Как вы правильно отметили, этот коммунальный монстр уже был создан достаточно давно, но этот монстр заключается только в крупных контрактах. Вся его машина работает исключительно на крупных контракт. На самом деле это никакой не монстр. У ГДМС нет нужного количества специализированной техники, как и в других предприятиях, грамотных эффективных управленцев и рабочего персонала, для того, чтобы этот контракт в полной мере своими силами обслуживать. Поэтому ГДМС вынуждена, а может быть и такая задумка, естественно, раздает все на субподряд, приликая, ну в данном случае в Кирове был иногородний большой субподрядчик из Казани, который, как мы видим, очень плохо справляется со своими договорными обязательствами. Тротуары под их ведомством практически не чистились, дороги чистились тоже крайне неудовлетворительно. То есть все эти вопросы, которые перекладываются на подрядчика, на ГДМС, можно переадресовывать их субподрядчиком. И городская власть говорит о том, что ГДМС неплохо заработал, оказывается, на всех этих контрактах, на летних, на зимних, и часть этих заработанных, неплохо заработанных денег, бюджетных подчеркиваю, то есть не то, чтобы ГДМС взял и где-то со стороны на коммерческих подрядах заработал эти деньги и принес, скажем так, в муниципальную собственность колоссальную чистую прибыль, эти деньги просто переложили из одного кармана в другой карман, из городского бюджета в бюджет некого АО ГДМС. И эти деньги городская власть планирует потратить на покупку в лизинг новой специализированной техники. В принципе, мысль неплохая, мысль хорошая, но к этой мысли можно было бы прийти и раньше, и уже на этот большой контракт, который был заключен на 20 месяцев, можно было уже как-то подготовиться и в лизинг покупать эту технику. Тем более, все мы знаем, что лизинг все-таки это не заморозка своих собственных активов, это уж не такие бюджетные вложения. То есть, с лизингом можно было бы и поиграть, и раньше, и закупить эту технику. Но вот только сейчас, после страшного зимнего сезона, когда не справился никто, ни генподрядчик, ни субподрядчики со своими договорными обязательствами, когда городская власть говорит о том, что будут недоплачивать по 20-30% от контракта, а то и больше, когда городская власть говорит о том, что были наложены колоссальные штрафы на подрядчика и суподрядчика, но давайте мы поднимем сайт госзакупок и увидим, какое количество штрафов было наложено на подрядчика. На самом деле, там не такие и большие цифры, там речь идет о буквально нескольких миллионах рублей. И если мы берем весь лот в 800 с лишним миллионов рублей, то меньше 10 миллионов рублей штрафов так-то, если честно, не колоссальная нагрузка и не колоссальный штраф. Но, тем не менее, городская власть любит в информационном поле навести шум, показать свою работу, показать свою якобы деятельность, поэтому так высокопарно выражаются. И принято решение закупить в лизинг новую технику и попытаться отказаться от субподрядчиков. Но, мне кажется, на сегодняшний день не ГДМС, даже с закупкой новой техники, там речь идет всего лишь о нескольких десятках единиц техники, а надо несколько сотен единиц техники, но ГДМС не справится без субподряда. И на летний период, и на зимний период все равно ГДМС будет принимать субподрядчиков. То есть от этого пока никто не уйдет. Ну вот как, на ваш взгляд, этот сезон, он что показал? Появление вот таких коммунальных монстров, это хорошо или все-таки не очень? Ничего хорошего в этом нет. Я всегда говорил о том, что в плане строительства дорог, эксплуатации, дорог, тротуаров в зимние, летние периоды, вот такая монополизация рынка ни к чему хорошему не приводит. Все-таки дробление лотов, все-таки игра на аукционе, игра на понижение приведет этот рынок к конкурентности, будет борьба, будет грызня, можно так выразиться, за эти лоты. Подрядчики будут ронять цены, и город сэкономит немалое средство, а подрядчики будут эффективно работать напрямую с городом. Не надо создавать прокладки в виде ГДМС, вот сейчас подрядчики вынуждены на поклон ходить ГДМСу, какому-то там предприятию, с которым у них договорные отношения. А теперь, если бы лоты были разгроблены, они бы, все взаимоотношения были у них в правовом поле в рамках муниципального контракта с городом Кировом напрямую. И, соответственно, эффективность у них бы была выше, контроль со стороны города был бы выше. И никто никогда так не пробовал, понимаете? Вот в Кирове никто никогда не пробовал дробить лоты на содержание дорог и тротуаров. У нас всегда колоссальные, огромные лоты берет один ГДМС или Вятавтодор и все раздает на субподряды. Никто никогда не пробовал дробить. А давайте мы попробуем. Вы имеете в виду разделить дороги, тротуары? Ну, условно говоря, дороги, тротуары кварталами, районами, Новоядский, Первомайский и так далее. То есть попробовать раздробить лоты и попробовать, как это будет с точки зрения эксплуатации происходить. Что будет на практике. Ведь если ты никогда это не пробовал, ты не можешь оценить результат. Значит, у нас с Твердмолбом все идут, подписывают этот колоссально огромный муниципальный контракт, где не происходит никакого падения по цене, где выигрывают всегда одни и те же подрядные организации и одним и тем же субподрядным организациям раздают. В чем эффективность? Вот в чем прозрачность и эффективность такой схемы? Давайте попробуем раздробить. Давайте посмотрим результат. А вдруг он будет лучше? Ну, вот смотрите, при этом вы говорите, что в сфере управления, обслуживания домов нужно создать большого коммунального монстра. Вот как раз я об этом и говорил, что именно на рынке обслуживания жилого фонда, на рынке коммунальных управляющих компаний, все-таки лучше это все централизовать. Но централизовать эффективно, с эффективным менеджментом, с качественным набором специализированной техники, с полным набором и штатным набором специалистов и рабочих. То есть вот если мы будем эффективно управлять крупным коммунальным хозяйством в управляющих компаниях, это будет правильно и, мне кажется, выгодно и для города, и для жителей Кирова. А с точки зрения содержания дорог, тротуаров и ремонта дорог, я призываю дробить муниципальный лот. Вот я считаю, и это не только мое мнение, это мнение многих специалистов и бизнесменов, и специалистов, и кировчан, что все-таки раздробленная система лотов по дорогам и тротуарам, она будет правильнее, эффективнее, и поверьте, результат будет лучше, чем сейчас. А говорить о том, что у ГДМС или у субподрядчиков не хватает техники для вывоза снега, я вообще вот, если честно, над такой фразой у меня, не знаю, дрожь по телу. Как можно взяться за муниципальный контракт, понимая, что ты не будешь справляться с вывозом снега, с уборкой дорог и тротуаров. Но ты же читаешь муниципальный контракт, твой экономический отдел проверяет этот контракт от и до. Ты смотришь оттуда все цифры, ты анализируешь свои возможности, свой рабочий персонал, спецтехнику, справятся у тебя, не справятся. Готов ты перестроиться с летнего периода на зимний, переставить ковши на метелки, на спецтехники. То есть, ну ты же это все анализируешь и подписываешь контракт, заключаешь контракт, значит, вносишь обеспечительный платеж или банковскую гарантию, ты уже рискуешь. Ты подписываешь, рискуешь. И городская власть оправдывается за нашего генподрядчика, видите ли, у них не хватает спецтехники для вывоза снега и уборки улиц. Ну как можно об этом вообще всерьез и вслух говорить, тем более публично. Если не хватает, не подписывая контракт, пускай зайдут в город другие подрядчики. Управляющих компаний тоже, кстати, не хватает, даже лопат из справных не хватает. Нет, это так и есть, потому что многие управляющие компании это всего лишь прокладки по выкачиванию денег и по переводу этих денег либо в офшорные компании, либо по обналичиванию этих денег через фирмы ОООшки и подставные лица физические. Ну это известный факт, и наша управляющая компания, городская Ленинская, этим баловалась. Вы ведь помните ту историю с рекламным бюджетом, 120 миллионов рублей, которые заплатили московской компанией, управляющей компанией Ленинского района, ну как это было в СМИ озвучено, не знаю, чем это дело до сих пор закончилось, перевела 120 миллионов рублей московской рекламной компании для проведения рекламной кампании. Вы много видели рекламу управляющей компании Ленинского района? И вообще нужна она? Ну да, это ведь говорит о том, что деньги туда вымышленно перекачивались и, видимо, обналичивались, переводились на аффилированные лица и так далее. Ну то есть, всем известный факт, что управляющая компания Теневой, очень подозрительный рынок, очень чёрный, с смутными схемами. И навести порядок в этом рынке, это, мне кажется, приоритетная задача городской власти. А чем занимается городская власть сегодня? Хорошо, спасибо, Алексей. У нас снова перерыв, полторы минуты рекламы. Продолжается программа «Особое мнение». В нашей студии Алексей Кузьмин, депутат Гордома 5-го созыва, предприниматель. Алексей, хочется к другим темам перейти уже от снега, и пусть это будет капремонт. Нам повезло, тариф на капремонт в этом году заморозили. С квадратного метра будем платить на 40 копеек меньше, чем изначально с нас хотели брать власти. Хотели брать 8,70, а будут брать 8,30, как в прошлом году. Объяснили это тем, что на счетах фонда скопилось много денег, 2 миллиарда. Замечу, это половина из тех денег, которые с нас уже собрали. И на эти деньги в банках набежало в виде процентов 250 миллионов рублей. Мы тут в редакции посчитали, при снижении платы на 40 копеек, семья обычная, кировская семья, живущая в двушке, как нам говорят, в основном живут на 50 квадратных метрах, семьи из 3-4 человек. Так вот, на каждого человека такая семья сэкономит по 5-7 рублей в месяц. Ну вот, 250 миллионов и 5-7 рублей экономия для нас. Не маловато ли? Может быть, вообще отплаты стоит освободить, пока деньги в дело не пустят? Может быть, это стимулом будет? Насчет отплаты освободить, наверное, все-таки не получится. Это федеральное законодательство, и на региональном уровне именно взять и отменить взнос на капремонт, мне кажется, совсем это невыполнимая задача. Но что касается снижения вот этой региональной маржи, о которой мы говорим, вот эта надбавка, значит, об этом речь идет, и мне кажется, это позитивная информация. Хоть на какие-то копейки с населения денег, как выражаются, стричь будут меньше. Поэтому хоть какая-то позитивная информация. Что касается 5-7 рублей в семье, действительно, это маловато. В принципе, ни один кошелек семейный от этого разницы не почувствует. Люди как платили, так и будут платить. Люди как не получали качественную эту услугу, они так и не будут ее получать. Но ведь обратите, пожалуйста, внимание, что есть и определенные факторы, почему такая ситуация сложилась. То есть, почему на счетах капремонт, фонда капремонта скопилось порядка 2 миллиардов неосвоенных рублей. Ведь здесь речь идет о том, что не все подрядчики, которые привлекаются к работам по капитальному ремонту, скажем так, могут подобрать тот пакет документов для участия в заявках. Не могут аккредитоваться. Есть же специальная аккредитация для подрядчиков по капремонту. То есть, это не каждая ООО или ИП может выставиться и забрать себе несколько домов для ремонта фасадов. Нет. Это специальная аккредитация. И многим подрядчикам либо лень, либо тяжело, либо действительно юридически сложно подготовить весь пакет документов. Это очень сложная, большая бумажная волокита. Я напомню, в серьезе говорю, это не в укор фонду капремонта. Они вынуждены так работать из-за федерального законодательства, из-за региональных постановлений и так далее. Но, тем не менее, работа фонда капремонта – это достаточно сложная, кропотливая, бумажная и текучая работа. Из-за этой сложной, кропотливой бумажной работы не всегда подрядчики заходят на этот рынок. И самое страшное, что часто с подрядчиками происходит волокита. То есть, когда они в полном объеме выполняют все свои договорные обязательства, отремонтируют крышу, сделают фундамент у дома, но вовремя не могут получить оплату из-за проблем с документами, с бумагами. Вот поверьте, у фонда целый ворох таких проблем, целый ворох неоплаченных счетов перед подрядчиками. И это отпугивает подрядчиков. Мало того, что изначально начальные максимальные цены на этих аукционах, они изначально низкие, то есть они не бывают завышенными. Это вам не тендер на ремонт дорог и тротуаров, где изначально цены завышены настолько, что в принципе тут любой будет рад на такие цены зайти в крупный аукцион. Но у капремонта цены начально максимальные, изначально заниженные. Они очень низкие. И подрядчикам невыгодно, неохота, неэффективно заходить на такие сложные работы. Вы представляете, поменять облицовку фасада дома, или поменять коммуникации инфраструктурные, инженерные в подвале. Представляете, какой уровень сложности этих работ? Все равно подождите, вот проблемы, и многие, наверное, сейчас сказали, и наши слушатели скажут, ну извините, это вот проблемы, это проблемы фонда, это проблемы подрядчиков. Я, как потребитель, плачу вот эти свои деньги, да, но при этом я их плачу регулярно, дело при этом не движется. Вот мне-то хочется от вас услышать, вот эта вот заморозка, там дешевле стали платить на 40 копеек. Может быть, ее нужно сделать подлиннее, а не всего на один год? Или, может быть, еще сильнее надо плату снизить, а не поднять ее со следующего года все-таки до 80%. В этой ситуации областные власти хотят промониторить этот год, то есть как за этот год фотокамп ремонта справиться с обязанностями по ремонту многоквартирных домов. То есть этот год областная власть еще все-таки призывает проконтролировать и посмотреть. И еще раз повторяю, что полностью отменить этот тариф невозможно. Ну, мне кажется, ну никак это невозможно на областном уровне. Это только там федеральные задачи, которые должны ставить, в том числе перед нашими депутатами Государственной Думы от Кировской области. Напомню, все-таки у нас в Государственной Думе есть депутаты от Кировской области, которые предоставляют интересы кировчан на федеральном уровне. Ну, надо эти все вопросы в том числе передрисовывать и им, чтобы на федеральном уровне поднимался этот вопрос. Потому что такая ситуация, она проблемна и критична не только в Кировской области. На самом деле, общероссийская проблема, где в фондах капремонта не хватает подрядчиков, это честно, это правда, их не хватает. И эти подрядчики не успевают вовремя, в срок и в полном объеме выполнять договорные обязательства по контрактам. Это правда, они не успевают. Почему они не успевают и почему их не хватает, я объяснил выше. Потому что это серьезная бумажная волокита, очень серьезная отчетность и очень строгий и серьезный, в том числе, федеральный контроль. Времени мало остается, поэтому я хочу резко перескочить, еще об одном тарифе поговорить. Недавно появилась информация о том, что тариф на вывоз мусора может вырасти еще в полтора раза. Он вырос уже в разы, да, по сравнению с прошлым годом, еще в полтора раза, так как пересчитали норматив накопления ТБО на человека. И он оказался на четверть выше, чем сейчас. При этом ваш коллега по партии, Михаил Ковязин, недавно проводил эксперимент, мусорил целый месяц усиленно, всей семьей. При этом, чтобы уложиться в норматив, так и не получилось. У него на мусоре он все равно меньше. Вот, на ваш взгляд, это все правонерно, и к чему это все привести может в итоге? Потому что и так уже народно взводит. Вы знаете, как раз я, как в том числе сорганизатор тех митингов, которые проходили против так называемой мусорной реформы, я слышу мнение людей, и нет ни одного положительного отклика от мусорной реформы. То есть она настолько коснулась каждого, и настолько болезненно коснулась, что ничего хорошего в будущем от нее не светит. Действительно, люди стали в несколько раз платить больше. Люди не получают до сих пор качественную услугу. Скажите, у вас под окнами, может быть, количество контейнеров увеличилось, или контейнерные площадки стали более чистые, или у вас появилась сортировка мусора, и вы за эту сортировку получаете какие-то льготы или снижение тарифа. Нет, ничего не появилось. Они собираются стремиться, а на некоторых контейнерных площадках действительно чище стало. Люди говорят. Ну вот у меня лично нет в доме точно. Ну, мне кажется, просто за контейнерными площадками больше следят, в смысле не больше, а следят управляющие компании. И, видимо, из всех этих резонансных обсуждений, которые поднимаются сейчас в первые месяцы реформ, управляющие компании все-таки стали пристальнее обращать внимание за местом складирования мусора. И именно поэтому, может быть, у вас, может быть, только у вас, потому что у многих других почему-то это не происходит, нет, площадки стали чище. Но на самом деле ни сортировки мусора не появляется, ни переработки мусора не появляется. Ничего не изменилось с точки зрения услуги. Люди стали платить больше. Говорят нам о том, что тариф будет еще выше, может быть, в этом году, может быть, в следующем. Но вот смотрите, если ничего не изменилось, так, может быть, и норматив менять тогда нельзя, да? Вот как раз эти вопросы в том числе будет задавать и проверять проверка, приглашенная в том числе нами, общественниками, федеральной антимонопольной службы, не Кировской области, а федеральной, из Москвы, которая будет проверять этот тариф, проверять норм накопления, проверять все взаимоотношения рекоператора и областной власти. Мне кажется, эта проверка должна показать какой-то результат. Потому что во многих регионах тариф ниже. Во многих регионах рекоператоры выбирались не монопольно. У нас, напомню, единый рекоператор, монополист Куприд, который, опять же, на субподряды, выгодные, подчеркну, очень выгодные субподряды, раздает все работы, связанные с вывозом и захоронением мусора. Частным организациям, где в качестве совладельца являются чуть ли не одни и те же лица. Ну, то есть, это опять очень непрозрачная схема. Я думаю, с этой схемой будут разбираться на федеральном уровне. Потому что во многих регионах, еще раз подчеркну, несколько рекоператоров выбрано. И у этих рекоператоров идет настоящая, нормальная, конкурентная борьба. Они вынуждены из-за конкуренции снижать тарифы, снижать стоимость собственных услуг, и население платит меньше. В Кировской области, как обычно, у нас самое богатое население. У нас население готово платить больше всех, чуть ли не больше всех по стране. Мы в этом вопросе занимаем пальму первенства. Вот эти пустые объяснения, что у нас очень протяженная территория Кировской области, и у нас мусор надо возить далеко, мне кажется, это не выдерживает никакой критики и вызывает только улыбку саркастическую. Потому что есть регионы, гораздо больше площади, чем наш, и у которых тариф существенно ниже. И нормы накопления ниже, и тариф ниже. Но ведь почему-то в этих регионах порядок, почему-то в этих регионах не возникают мусорные вопросы. Ну вот у ФАС уже заявили о том, что хотят взяться за тарифы, причем за все. И недавно глава Игорь Артемьев ФАС заявил о том, что граждане на 100% в некоторых регионах переплачивают от себестоимости за коммунальные услуги. Еще один вопрос все-таки хочется затронуть быстро по административной реформе. Губернатор говорит, что ничего не изменится. Даже вот процитировать его хочу. Губернатор не избавится от племени, как многие фантазируют и думают, что он будет представлять в какой-то стране грез Кировскую область. При этом отмечалось уже, что на месте решать проблемы будет представитель правительства. Игорь Васильев же будет представлять Кировскую область в Москве. Вот на ваш взгляд, лучше, хуже заживем, если губернатора здесь будет меньше? Я уже неоднократно говорил о том, что я поддерживаю эту инициативу. Я считаю, что эта эффективная модель управления, эта модель управления современная, она присутствует практически во всех, во многих регионах точно нашей страны, где есть некое оперативное, операционное лицо. В данном случае эту кандидатуру губернатор представил, этой кандидатурой может стать господин Чурень. Значит, операционное, оперативное лицо, которое выполняет поручения, которое контролирует ситуацию, как называется, как говорилось ранее, должен быть настоящим хозяйственником. А есть лицо, которое ведет дискуссию, переговоры на неком другом уровне. И губернатор будет больше присутствовать в московском федеральном поле. Возможно, это даст какие-то свои плоды, потому что все-таки, вы знаете, как в нашей стране построено все межбюджетное финансирование. Кто больше попросил, кто сильнее попросил, тому больше и дали. Вы думаете, сможет попросить? Мне кажется, что Васильев со своими компетенциями полезнее в Москве в этой ситуации, полезнее в федеральных, в министерских кабинетах, где очень много обсуждается федеральных программ, федеральных проектах. И очень хочется, чтобы Кировская область все-таки больше участвовала в федеральных проектах. Потому что, вы же знаете, что мы часто выпадаем из федеральных программ, из-за не вовремя сданной документации, из-за неусиленного внимания и так далее. И мне хотелось бы, чтобы все-таки из федеральных программ, из никаких, мы совершенно больше никогда не выпадали. Мы всегда были в федеральном тенде, в федеральных программах. К нам приходили федеральные деньги, на которых развелась бы экономика и социальная сфера. Я считаю, что та схема, которая предложена Васильевым, на сегодняшний день она актуальна. Ну вот на этой точке нам придется закончить. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Алексей, спасибо вам большое. Спасибо всем слушателям и хорошего дня. До свидания. Спасибо, до свидания.